Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за работу не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном мире существует особая категория людей, которые готовы помогать другим без всякой материальной выгоды. Совершенно добровольно. Таких добровольцев называют волонтёрами. Кто же может называться волонтёром? В переводе с французского «волонтёр» означает «доброволец». Представители волонтёрского движения искренне считают, что выполнять значимые общественные работы и оказывать помощь нуждающимся следует не ради материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. Фактически, волонтёр – это человек, который выполняет общественно значимую работу на безвозмездной основе. Вознаграждением за труд волонтёров становится признательность и благодарность людей. Стать им может каждый желающий, даже из города Артёмовский Свердловской области. Кстати говоря, в нашем городе также достаточно много людей, кто помогает ветеранам, инвалидам и пожилым людям. Кроме этого, проходит множество мероприятий для жителей почтенного возраста на всех площадках Артёмовского городского округа. Президент России Владимир Путин в послание Федеральному собранию поставил задачу предметно заняться поддержкой волонтёрских и благотворительных движений. «Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал», – отметил глава государства. Напомним, губернатор Свердловской области 2017 год объявил годом добровольчества. В рамках этого и прошло подписание с Ассоциацией волонтёрских центров и созданным одним из первых в стране ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» соглашение о сотрудничестве, о развитии добровольчества в Свердловской области. «Волонтёры не только помогают организовывать крупные мероприятия, международные мероприятия, олимпиады, чемпионаты мира, футболы, универсиады, либо выставки на промпу, через волонтёров мы вовлекаем и создаём определённый интерес для привлечения молодого поколения к реализации крупнейших международных проектов». По словам сопредседателя Совета Ассоциации волонтёрских центров Артёма Метелева, благодаря подписанию соглашения, работа по развитию добровольчества в регионе приобретёт ещё более масштабный и системный характер. «Свердловская область – действительно регион передовой. Вы одни из первых, кто приняли ведомственный план мероприятий по развитию волонтёрского движения с Департаментом молодёжной политики, собственно под программу. Но это в тренде, в федеральном тренде. То есть многие регионы пока только начинают это обсуждать, а у вас уже были совершены все необходимые шаги для того, чтобы консолидировать волонтёрское сообщество, для того, чтобы молодёжь, пожилые, дети могли чувствовать возможности для своей самореализации. Вам за это огромное спасибо. Мы готовы помогать максимально, внедрять лучшие практики, технологии, успешные технологии вашего региона, тиражировать и другие, чтобы показывать опыт». Напомним, потенциал развития волонтёрства позволил Свердловской области войти в число 15 пилотных регионов, где были созданы ресурсные центры добровольчества. «Наш регион одним из первых объявил в этом году год добровольцев. Проведена большая работа. Мы выезжаем в территорию и смотрим, как развивается добровольчество». Сегодня в регионе насчитывается 350 добровольческих организаций, в которую можете вступить и вы, наши зрители. Ведь благие дела всегда вознаграждаются. Продолжение следует... Продолжение следует...